Сначала подготовим чесночные стрелки Нарежем чесночные стрелки удобными кусочками по 3-4 см Теперь будем их жарить В сковородке разогреваем 50 мл растительного масла Теперь обжариваем чесночные стрелки 3-4 минуты, постоянно помешивая Немного посыпаем солью Добавляем 2-3 столовые ложки соевого соуса Перемешиваем и тушим до мягкости чесночных стрелок Чесночные стрелки пожарились, стали мягкими Выключаем огонь, достаем стрелки, даем остыть и подаем к столу Чесночные стрелки промываем, отрываем бутоны и срезаем жесткие кончики Нарезаем на кусочки по 3-4 см Перец нарезаем соломкой Чесно пропускаем через чеснокодавилку Мясо нарезаем тонкими пластинками В оке или глубокой сковороде разогреваем 150 мл растительного масла Опускаем мясо Обжариваем мясо до полуготовности Мясо обжарилось, добавляем чесночные стрелки Добавляем еще одну треть столовой ложки соли, все перемешиваем Убавляем огонь до среднего Жарим стрелки с мясом, 2-3 минуты постоянно помешиваем Добавляем перец, половину чайной ложки черного перца, 2 или 3 столовые ложки соевого соуса При постоянном перемешивании жарим еще 3-4 минуты Стрелки нужно будет периодически пробовать на вкус Если они стали мягкими, значит уже можно выключать вкус Добавляем чеснок, перемешиваем Жареные чесночные стрелки с мясным перцем готовы Можно подавать к столу Мариновать чесночные стрелки мы будем двумя способами Для первого способа стрелки не будем резать Вот так вот свернем и будем закладывать в банку Сворачиваем колечко И укладываем в банку Набиваем банку вот примерно вот таким образом Для второго способа стрелки нарежем Примерно на кусочки под 4-5 сантиметров Наполняем банку Для первого способа Наливаем простую питьевую воду в банку Теперь это количество воды Сливаем в другую банку или в чашку Добавляем 1 полную столовую ложку соли 2 ложки сахара И половину столовой ложки уксусной эссенции Все хорошенько размешиваем до полного растворения соли и сахара Готовым раствором заливаем чесночные стрелки Закрываем крышку И оставляем при комнатной температуре на 1 неделю Потом еще 1 неделю держим в холодильнике И чесночные стрелки будут готовы Для второго способа маринования чесночных стрелок нам понадобится 150 мл соевого соуса Столько же 150 мл простой воды 5 столовых ложек сахара И 1 полная столовая ложка уксусной эссенции Хорошенько все перемешиваем И ставим на огонь для кипячения Доводим маринад до кипения Маринад закипел Выключаем огонь Даем маринаду немного остыть Теплым маринадом заливаем чесночные стрелки Закрываем крышку Оставляем банку с чесночными стрелками на 1 неделю при комнатной температуре Затем еще 1 неделю в холодильнике И чесночные стрелки по-корейски будут готовы Чесночные стрелки хорошенько промываем Даем воде стечь Теперь проверяем стрелку у основания Пытаемся ее сломать Если она хорошо ломается, значит ничего не срезаем Отрываем кончик с бутоном Если стрелка у основания не ломается, а гнется Значит это место нужно будет срезать до того места, где она легко ломается Теперь нарезаем стрелки кусочками по 3-4 см В кастрюлю наливаем воду, даем ей закипеть Теперь будем бланшировать стрелки Варим стрелки до мягкости, но не перевариваем Прошло ровно 5 минут Выключаем плиту Достаем стрелки В еще горячие чесночные стрелки добавляем щепотку черного перца Щепотку соли Острый перец или паприку по вкусу Одну полную столовую ложку соевого соуса Одну полную столовую ложку растительного масла Вместо простого растительного масла можно взять кунжутное Все перемешиваем до растворения соли Салат из чесночных стрелок готов, можно подавать к столу Стрелки чеснока первым кусочками по 4-5 см Нарезанные стрелки перекладываем в контейнер или в стеклянные банки Заливаем стрелки холодной очищенной водой Воды должно быть столько, чтобы они полностью покрывали стрелки Теперь сливаем эту воду и измеряем У меня получилось 600 мл АД 400 мл выливаем в сотейник 200 мл заменяем соевым соусом Добавляем соевый соус к воде Теперь добавляем одну полную столовую ложку сахара И половину столовой ложки соли Ставим сотейник на огонь Помешиваем, доводим рассол до кипения Рассол закипел, добавляем половину столовой ложки 70% уксуса Или 4 полные столовые ложки 9% Перемешиваем Выключаем плиту Горячим маринадом заливаем чесночный стрелок Даем маринаду остыть Маринад остыл Закрываем контейнер крышкой И убираем его в холодильник на 2 суток Прошло 2 дня Чесночные стрелки готовы Можно подавать к столу Редактор субтитров А.Семкин